Когда Opportunity отправляли на Марс, предполагалось, что ровер проедет около тысячи метров по поверхности Красной планеты. Его миссия закончится через 90 марсианских дней. Но марсоход оказался сверхработоспособным. Он уже проделал 45 километров, а в феврале 2018 года он зарегистрировал свой пятитысячный марсианский день. Эта цифра могла бы быть еще значительнее, если бы не развернувшаяся в июне 2018 года глобальная пылевая буря. Закрывшая небо Красной планеты пыль привела к тому, что солнечные батареи марсохода перестали вырабатывать достаточное для поддержания связи количество энергии. Так ровер перешел в режим выживания. К сентябрю 2018 года поднятая буря и пыль осела на поверхность, после чего специалисты миссии приступили к активным попыткам, но безуспешно. Тогда с 25 января инженеры начали пробовать передавать роверу новые команды. Они охватывают три следующих сценария. Первый. Основной передатчик X диапазон, который использовал для связи с землей, вышел из строя. Второй. Основной и запасной передатчик Opportunity X диапазон, вышел из строя. Третий. У марсохода отключились внутренние часы. Получив новый пакет команд, ровер должен был перезагрузить внутренние часы, переключиться на запасной X передатчик, а также отправить сигнал на землю с использованием вспомогательного передатчика, работающего в DMV диапазоне. Но, к сожалению, даже сотни попыток связаться с марсоходом ни к чему не привели. Этого не случилось, даже когда в ноябре начался ветреный сезон на Марсе. Специалисты надеялись, что порывы ветра могут очистить его солнечные панели от мусора, но эта надежда, похоже, была напрасной. НАСА продолжает посылать команды восстановления, но, похоже, что миссия Opportunity подошла к концу. Даже если ровер все еще жив, скоро в южном полушарии Марса придет зима. Сезон низких температур окончательно добьет любую все еще функционирующую электронику на борту аппарата. Марсоход внес огромный вклад в изучение Марса. Он предоставил убедительные доказательства в поддержку главной цели его научной миссии – поиск и исследование камней и грунтов, которые могут содержать данные о прошлой деятельности воды на Марсе. В дополнение к проверке водной гипотезы, ровер совершил различные астрономические наблюдения, а также с его помощью были уточнены параметры атмосферы Марса. Конечно, рано или поздно роверы выходят из строя, но почему-то это всегда печальное событие. И все же очень воудушевляет тот факт, как из 90-дневной миссии появилась миссия, которая продлилась 15 лет. А затем закончилась в результате одной из самых свирепых пыльных бурь, поразивших Марс за очень долгое время. Эту битву старик Opportunity проиграл. В любом случае, миссия превысила все наши ожидания. Спасибо Opportunity и всем, кто отвечал за эту удивительную миссию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...